Всем привет! Вы смотрите канал Анапа Курорт.Инфо. Меня зовут Максим. Сегодня 9 октября 2017 года и в Анапе золотая осень. Вот мы с вами зашли на территорию детского парка Анапы. Идем по главной аллее этого парка. И скоро дойдем до нового кольца обозрения, к которому уже прикрепили все кабинки. Всем привет! Я Наташа. Я гуляю сегодня с Максимом. Сегодня хороший такой теплый денек. Конечно, он не сравнится с вчерашним, позавчерашним днем. В предыдущие дни вообще было очень жарко. Ну а сегодня где-то около 20 градусов. Немножко ветрено. И классно! В октябре в детском парке продолжилась работа по его благоустройству. Вы видите разнообразный материал для благоустройства, а также работы по благоустройству в виде различных конструкций фундамента. Вот, смотрите, это мешки с цементом для различных работ. Появились новые площадки и мы в раздумье, что же конкретно на этих площадках будет. Пожалуйста, пишите в комментариях свои версии, что по-вашему тут будет. А вот, смотрите, проводят систему полива, состоящую из магистральной пластиковой трубы и периодических опеклений. Летом, когда будет жарко, растительность в виде цветов и небольших деревьев будет поливаться. Сейчас пойдем поближе и посмотрим, куда выходит начание этих пластиковых труб. Вот сюда выходят эти пластиковые трубы системы полива. Здесь будут, судя по всему, распылители воды, разбрызгиватели и они будут поливать водой то, что сюда фасадит, простительность, озеленение. Вот мы подходим к новому колесу обозрения. Сейчас мы подойдем поближе, рассмотрим его получше. Но уже отсюда видно, что на этом колесе обозрения все кабинки уже прикреплены. На днях, на прямой трансляции мы видели, как его тестово запускают. И сейчас мы просто хотим показать его вам в более высоком качестве, чтобы вы рассмотрели получше его детали. На новом колесе обозрения находится 30 кабинок. То есть та колеса обозрения составляет примерно 65 метров. И работы по настройке кабинок на этом колесе обозрения продолжаются. С нового колеса обозрения можно будет увидеть и рассмотреть весь город Анапа. Также можно будет увидеть Пионерский проспект, ГМТ. Возможно, даже будет видно Квитязево. Также мы сможем увидеть Супсерские горы и Анапские плавни. Пожалуй, новое колесо обозрения станет ключевым аттракционом в детском парке. А также станет весьма значимым событием в новом курортном сезоне 2018 года. Речка Анапка – отличное место для бессмолвного созерцания. А вот на речке Анапки – будки и речные чайки. Мужичок ухода на пляж. Возле речки Анапки. Ставьте лайк, кто возле него фоткался. На море сегодня шторм. Давайте подойдем ближе и полюбуемся волнами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сегодня очень нехилый шторм. И даже есть заплывающие. Помнится, летом как-то был такой шторм. И было много желающих пободаться с волнами. Ну а сегодня, 9 октября, всего трое. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я повторюсь, класс. Ставьте лайк. С сегодняшнего дня уже по-настоящему в Анапе наступила осень. ДимаTorzok. Осень в Анапе. Это значит, не позагораешь, не покупаешься. А еще осень в Анапе. Это значит, что впереди только холоднее, только зима, больше ветров. Я в этом году часто была на пляже центральном и привыкла к тому, что на нем много людей, суетливо, шумно. Поэтому, так скажем, наступили такие деньки, полная противоположность в той атмосфере, что была летом. И вот теперь я заново привыкаю к другой Анапе, к другому пляжу, к безлюдному, ну как безлюдному, почти безлюдному, малолюдному, спокойному, межсезонье, в общем. А сколько воздуха вдыхаешь, когда гуляешь в такую ветреную погоду? Кажется, что просто весь пропитываешься этим морским воздухом. Насквозь. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мало людей в это время года гуляет в этой улице Колесо обозрения в Анапе есть также в Центральном парке развлечений и аттракционов Но, как видите, это колесо обозрения гораздо меньше, чем новое колесо обозрения в детском парке Вот так в межсезонье выглядит улица Горького напротив летней эстрады Как видите, в октябре фонтанный комплекс на центральной площади Анапе продолжает работать Вот мы немного и погуляли по Анапе 9 октября 2017 года Вот сейчас я нахожусь возле летней эстрады на улице Горького Как видите, золотая осень, некоторые деревья уже стали желтыми, красновато-желтыми И, кстати, по сравнению с берегом моря, там, где мы гуляли по пляжу, здесь ветер почти не ощущается И, естественно же, тело теплее от этого При одной и той же одежде здесь тепло, а на берегу моря прохладно Так что, когда приезжаете на отдых в межсезонье, пожалуйста, учитывайте такую разницу между комфортным прогулок, например, по улице Горького и непосредственно по берегу моря Всем пока, всем хорошего настроения Прошу ставить лайки, писать комментарии Всем до новых встреч С вами был Максим и Наталья, которые сейчас снимают это видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!